Так вот, значит, что мы имеем? Мы имеем, что такое психосоматика, какой большой интерес в XXI веке особенно к нему идёт, потому что это действительно сейчас очень востребовано. Мы должны просто услышать, о чём говорит наше тело, о чём говорит сама болезнь. И на самом деле интерес был ещё в очень древние времена и в трудах Гиппократа и Авицены. Мы видим обоснование гипотезы возникновения недугов из именно воздействия эмоций. И понятие психосоматика начала упоминаться в литературе ещё в XIX веке. А в XX веке уже среди серьёзных учёных эту проблему начали отмечать, и об этом мы поговорим больше. Самое главное, чтобы вы, мои хорошие, поняли, что малейшее напряжение, малейший дискомфорт в теле — это следствие какого-то чувства, какой-то эмоции, какой-то нерешённой проблемы. Поэтому всегда, и вот один из любимых моих авторов говорит, слушайте своё тело, оно вас не обманет. Мозги могут обмануть 25 раз, тела нет. Понятно, что болеет тело, а причины всегда в душе. И вот что же мне очень хочется здесь вам сказать, на этом слайде, где вы видите, что лечим психосоматику чем? Радостью, счастьем, любовью, по ложке, по три ложки в день, сколько хотите. Вот, уже все мы поняли, предыдущая наша встреча была посвящена стрессу, да? И мы говорим, что все болезни от стресса. Это так. Что происходит в стрессовой ситуации? Посмотрите, вот что физически происходит. Происходит следующее. Все мышцы напрягаются, в кровь выделяются гормоны, сердце бьётся сильнее, дыхание становится учащённым, мышцы напрягаются, и в результате человек готов совершить действие физически, но он его не совершает. Он сидит, переживает, обиду свою проглотил, делает фасаду всего всё хорошо, ничего не произошло, а на самом деле получается работа в холостую. Наш организм готов к действиям, а мы его не совершаем. Мозг даёт отбой, действия нет. Что в результате? В результате мы получаем сбой саморегуляции в организме. Вот теперь давайте такой пример приведём. Ну, театр, да? Вы пришли в театр, и там есть положительные герои и отрицательные герои. Вот как всё-таки стресс смягчить? Как делать так, чтобы вы не реагировали? Представьте, что этот человек играет просто под одну отрицательную роль, но у него миссия такая. В этой жизни или в этой ситуации неважно. И вы просто на это смотрите со стороны. Да что же там у нас такое? Понятно, да? И когда вы это всё делаете со стороны, так, немножечко сейчас я тут... Вот. То вы понимаете, что у вас нет такого стресса. То есть вы принимаете это как театр, так сказать, нескольких актёров. Вы в нём просто участник. Вот. И если уж вы вошли в эту роль, и вы получили какую-то ситуацию обиды или какого-то стресса, или ещё чего-то, тогда просто начинаем делать действия. Вот. Действие совершенно чёткое, которое вам поможет вытащить из тела эту эмоцию. Вы можете отойти в другую комнату, там, пойти в ванну, выйти на улицу, прокричать, танцевать. Очень хочется напомнить вам фильм «Родня», где, значит, артист Богатырёв, зять, помните, да, Мордюкова, который в ресторане начинает танцевать. И вот танец, вот все его эмоции, когда, помните, она его ударила, я вам этот отрывок пришлю потом, вы его посмотрите, и он начинает через танец все свои эмоции выплёскивать. Вот это очень важно. Если у вас нет возможности станцевать, у вас нет этого ресторана или этого пространства, вы просто берёте и начинаете трясти, вот просто вытрясывать, берёте мысленно, представляете человека, берёте его мысленно за руки и начинаете его трясти, благодарить за то, что он вам чё-то научил, сделал вас мудрее и так далее. То есть вам надо выплеснуть эту эмоцию из тела. И ещё один момент, который я вам очень рекомендую. Я уже начала это делать. Мне нравится. Все наши аргошные баночки, которые мы пьём там, для печени, для сердца, для того, для сего, подпишите, пожалуйста, на этих баночках такие слова позитивные, как «любовь», «счастье», «нежность», «радость». То есть берёте там, скажем, гипотасол, капсулу, а на баночке написано, что вы пьёте «радость». А если пойти глубже и посмотреть, что печень, она болеет тогда, когда у вас там вы злитесь, гневаетесь, то радость — это как раз то самое. И если вы кроме солянки холмовой, которая есть в этой капсуле, добавите ещё и радость, и с радостью её проглотить, у вас будет счастье, но у вас будет эффект просто гораздо сильнее. Вот это я вас прошу сделать. Ну и также можно сделать с моющими средствами, на шампунях можно написать, там не знаю, что нежность, я там даже на скепидарных ваннах написала, чтобы я купалась в любви, в нежности и так далее. Мне кажется, эта идея довольно-таки интересная. Поехали дальше. Ну, на самом деле, на бессознательном уровне мы получаем то, что нам не хватает. Вот такой классический пример, самый больнальный причём, да, это вот Карлсон, который тяжело больной в мире, он просит варенья у малыша и изображает больного. Но скажите, вы же точно проходили это, когда часто болеющие дети, это как раз дети, которым не хватает внимания родителей, да? Они совершенно легко заболевают, потому что они знают, что мама возьмёт больничный, будет с ним сидеть. Так может быть, не бегать по врачам, а всё-таки подумать, как сделать любовь вашу к ребёнку ближе. Ну и так дальше. Не только это. Здесь мне примеры, это и внимание партнёра, мужа, жены. Вот. Или вы, например, не хотите идти на любимую, нелюбимую работу, да, или в школу, я помню, прогуливала иногда уроки. Ну не хочу. Вот. Ну кто не грешен, да? Вот. И именно поэтому это и происходит. И вот теперь, смотрите, очень важно определить ту критическую точку жизни, которая берёт начало болезни. И вот здесь я хочу пример привести своего отца, моего папы, который всю жизнь был совершенно здоровым человеком. Он ни разу не был ни у одного врача, не выпил ни одной таблетки, но кроме зубной боли он вообще не знал, где что находится и что может там что-то болеть. Вот. И вдруг он стал болеть. А болезнь, она приходит не в тот момент, когда происходит какая-то стрессовая ситуация, а именно болезнь догоняет. Да, мы с вами говорили это на прошлом занятии. Так что же произошло? 90-е годы, да, многие ушли в мир иной. 90-е годы. Он был художником очень на большом заводе. У него была большая своя огромная мастерская. Он стал ненужным. Его сократили, сказали пенсионеры, нам не нужны. Жена умерла, вторая жена не пришлась к душе. Жена первая, это, естественно, наша мама. Значит, дети выросли, мы тоже как бы ему не очень уже нужны. Вот понимаете, человек потерял всё, он не знает, что ему делать. И у него началась болезнь. И вот сейчас слушайте внимание. Он пошёл к врачу и сдал анализы. И ему сказали, мы, наверное, перепутали, это анализы не 60-летнего человека, это анализы 30-летнего мужчины. Давайте ещё раз сдадим анализы. А он уже чувствовался плохо. И вот долго, два года, ему не могли поставить диагноз. Но они всё-таки его нашли, поставили. И дальше уже история очень грустная. Если бы я уже тогда была в арбой, я наверняка бы его как-то вытянула. Просто отравили. Вот это тот самый химический гепатоз, который вызывает все эти таблетки, почему мы от них уходим, почему мы говорим, что это надо всеми путями уходить из болезни без химии. И это как раз тот самый случай, когда назначено умереть. Жертва 101 смертельной болезни. И примеров таких много, как люди теряют работу, теряют личную жизнь. Смысла нет. И если нет смысла, если ты никому не нужен, идёт процесс самоуничтожения. То есть болезнь, она придёт всё равно, какая-нибудь, но придёт. Ещё есть одна очень грустная тема. К сожалению, она имеет место быть. Как незапланированный ребёнок, или даже нежеланный ребёнок. И от этого тоже можно заболеть. Отсюда и детские суициды, и болезни. Но эта тема такая сложная, серьёзная. Мы её сегодня разбирать не будем. Вот очень важно, опять же, понять, что не надо ждать, когда боль становится уже такой невыносимой, и уже тогда что-то с ней делать. Что происходит сегодня? Сегодня очень модно быть сильным человеком, ходить в фитнес-зал, качать мышцы, надевать красивую одежду, надевать маску. не ту, которую мы медицинскую надеваем, и ту в том числе, а маску успешного человека. И мы за этой маской успешного человека, за этим фасадом прячем свои чувства, прячем какие-то сигналы своего организма, которые что-то нам подсказывают. Но мы говорим, нет, я сильная, я с этим справлюсь. Понимаете? Вот этого не должно быть. Если вы хотите что-то спрятать, ну вот вспомните просто ситуацию, может быть, с людьми или с собой. Ну, допустим, вы очень переживаете и боитесь выходить на сцену. Вы и так боитесь, что когда вы выходите, у вас вообще язык заплетается. Или ещё что-то. Вы хотите спрятать, но другие видят это ещё больше. Поэтому ничего нет лучше, чем естественное. То есть счастье — это когда вы естественны и не напряжены. И тут очень важно поговорить, во-первых, с собой. Но если не получится с собой, тогда уже надо идти к психологу. Потому что форма сегодня — это как своего рода способ самозащиты. Мы… Так, кто у меня тут? Фонит. Ага. Форма — способ защиты. Мы с её помощью скрываем себя настоящего. Люди покупают дорогие машины, строят дворцы, там дома богатые, шубы. Ну, короче, фасад своей жизни делают таким, что все сказали, «О, вот это да, хорошо живёт». А в итоге мы понимаем, что человек несчастлив. И вот у меня был такой пример, когда я ещё работала в брачном агентстве, психологом. Такая девушка очень симпатичная, она вот никак не могла выйти замуж за человека, которого якобы любила. Я говорю, давай разберёмся, действительно ли ты его любишь, потому что любовь мужчина чувствует, и он всегда на это откликается. Она говорит, «Да, я его люблю». А он был у неё богатенький, ну, такой прям олигарх. У него был свой дом очень хороший, свой бизнес. В общем, такой дядька богатый. Я говорю, «Свет, давай мы сейчас возьмём и уберём у него машину, квартиру, вот эту вот дачу, вот эти поездки, все за границу бесконечные, то Америка, то Япония, то ещё что-то. Вот просто останется один Серёжа. Вот один такой вот. Вот просто он. Вот этого ты любишь, вот этого Серёжу ты любишь? Вот, ну, она так хорошо, это, визуализация у неё всё нормально, мы всё убрали. Я говорю, «Вот Серёжа, ты его любишь?» Она, «Так это другой человек». «Нет, я его не люблю». Я говорю, «Так ты разберись, что ты любишь? Ты фасад любишь или ты любишь человека?» Очень просто мы всё это разобрали. И всё, она успокоилась, понимаете? Потому что женщина склонна идти на фасад, на мышцы, на тачку, ещё на что-то, но не на внутреннее состояние. А в итоге-то счастье-то и комфорт, и уют, он всегда с тем человеком, который даст тепло. Поэтому если человек держит вот такой фасад уверенного, успешного человека, то, конечно, у него тело сжимается, нормальной циркуляции крови нет, суставы не получают питания, и человек вообще не слышит сигналов своего тела, он не чувствует. И что-то тут я ещё хотела вам очень важное сказать. А, вот такую притчу я вам хотела рассказать, она очень важна. Когда нашу группу покидают какие-то люди, я думаю, вот как хорошо, сейчас отсеются, придут, но те, которым это действительно нужно. И вот такая вот интересная история. В один город должен был приехать очень-очень известный гуру, такой прям мастер, его долго ждали, долго приглашали, и вот, наконец, он дал согласие, говорит, да, я приеду в ваш город, билетов не хватило, весь зал был полон, целая толпа стояла у этого зала, где собирался он провести беседу. Вот, пришло время, но его нет, 15 минут нет, полчаса нет, час его нет, толпа у концертного зала стала расходиться, полтора часа его нет, уже в самом зале стали люди покидать свои, с возмущением причём, свои места. И вот, когда прошло два часа времени, он, наконец, явился, этот мастер, этот гуру. Вот, и когда он явился, все быстро заметили, что он не очень-то и трезвый, то есть он вообще вошёл, как совершенно пьяный человек. После этого ещё четверть зала встали и ушли. И осталась небольшая горска людей, которые он совершенно трезвым голосом выпрямил в спину и сказал, ну вот с вами-то мы и будем работать. Вот в чём как бы смысл этой притчи? В том, что он убрал все вот эти атрибуты внешности, то, на что люди обращают внимание, да, и оставил те, которых интересует суть. Ну вот такая вот притча. Это нам Нарбеков ещё рассказывал. Ну вот, поехали дальше. Когда мы находим свои истинные желания, когда мы находим своё истинное предназначение, это становится не только счастьем в нашей жизни, а счастье — это и есть здоровье и так далее. То есть когда человек идёт своим путём, он растёт, он развивается, он становится мудрее, и у него в теле нет зажимов. И вот, знаете, я сейчас ещё один пример приведу, просто очень яркий. В своё время мы ходили на тренинг, Марик Ахазин, такой тренер из Израиля, он приезжал к нам в Москву. Вот чисто внешне маленький, лысенький, старенький еврей. Вот просто, ну такой классный дядька. Вот любая женщина, а молодёжи сидела много в зале, с визгом бы понеслась к нему вообще в объятия. Понимаете? И, кстати, он дважды был женат и рассказывал, как он общается до сих пор с своими жёнами, как он с ними дружит, как он их там на свидание собирает и так далее. И у него в партнёрших была молодая, красивая, там на 20 лет его моложе женщина. И все ей завидовали. Надо же, как ей повезло. Вот у Марика, вот она рядом. Не я, не ты, не вот она, а вот она. Я к чему? Я к тому, что если есть вот эта стержень, если есть уверенность в том, что я классный, в том, что я люблю себя, я делаю то, что мне нравится, то это и происходит. Вы знаете, если вы… Вот у нас была тут тема, помните, я подкинула такую фразочку, да, что такое любовь к себе. И там начался у нас такой диспут, да, это служение, это то, всё. Ну, в общем, мнения немножко там разделились. Ну, вы мне потом скажете, когда мы включим микрофоны, вот, знаете, как ни странно, когда люди посвящают свою жизнь кому-то другому, там, служат, да, то они неинтересны. Как только люди начинают посвящать, любить себя и посвящать свою жизнь себе и делать своё любимое дело, они становятся такими интересными другим людям. Почему? Ну, это вопрос для следующего диспута. Вот, поэтому служение, там, не знаю, высшим силам или своё предназначению ради Бога. Но не надо посвящать свою жизнь внукам, мужу, работе. Вот, внимание, трудоголики, это моя тоже слабая, моё звено, я вот такая тоже. Вот, поэтому ищите истинные желания. И тогда у вас будет меньше поводов мерить давление, сдавать там кровь на анализ и вообще прислушиваться к своему организму. Вот, к чему мы пришли? Все болезни от нервов, все слышали эту историю, да, вот такую картинку я нашла в интернете. Все болезни от нервов, все нервы от мыслей, а все мысли от того, что вам не пофиг. А вот зря, да. То есть если бы вы легче и проще относились к событиям, то и болезней у вас было бы меньше. Вот. Ну, я не буду перечислять все эти болезни. Мы сейчас просто понимаем, да, что есть гипертония. Это вообще как бы первое место занимает по психосоматике, да, высокое давление. От неё закрывают там и астма, и диабет, и ожирение, и онкология, и так далее. Мы сегодня поговорим о семёрке психосоматозов. Её так и называют «святая семёрка психосоматозов». И это было ещё в XX веке. Такой чикагский профессор выделил семь классических психосоматических заболеваний. Вы их видите, да, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, сахарный диабет, артериальная гипертензия, язва, колит и нейродермит. А XXI век продолжает подкидывать, присоединяет к этой святой семёрке другие заболевания психосоматического характера, когда врачи разводят руками, не понимают, почему пара не может забеременеть и жена здоровая, и муж здоровый, а бесплодие. И сюда же примыкает и панкреатит, и головные боли. Ну и понятно, что алкоголизм с наркоманией это тоже психосоматические заболевания. Ну и так далее. А симптомы у психосоматических заболеваний одни и те же. Традиционное лечение не помогает, обследования больного не показывают наличие болезни, хотя болезнь есть. И человек становится таким уверенным в уникальности своей болезни, да, такой классический, хронический больной. И вот у нас в институте принято было говорить такую фразу «Расскажите, что у вас болит, а я отвечу, как вы живёте, да, или какие у вас проблемы в жизни». Ну связано это. И я думаю, что вы с этим согласитесь. Заканчиваю. Мы переходим к практике. И я хочу сейчас получить обратную связь. Ну давай, Оля, наверное, да, сейчас скажу. Да. Значит, ну я много нового для себя узнала. Ну и действительно, психосоматика играет очень важную роль. И здесь самое важное. Нужно учиться отслеживать свои эмоции. Как я всегда говорю, следить за направлением своих мыслей, в каком русле вы вообще мыслите. И также действительно нужно быть естественным. И нужно быть, самое главное, наверное, честным с самим собой. Когда вы честно признаётесь и находите проблему, с ней нужно работать, как я это говорила, вытаскивать свои страхи внаружу. А именно, если не нравится вам ваша работа, ну приложите какие-то усилия, чтобы поменять её. Или найдите в этой работе какие-то новые интересы, которые, ну как скажем, будут вас делать более счастливыми и более естественными, но никак не зажатыми и так далее. Если вам не нравится ваш партнёр, ваш супруг, я не знаю, зачем продолжать и жить в таких токсичных отношениях. Нужно что-то менять, нужно выходить как-то из положения. И ещё самое важное, не нужно жить жизнью другого человека. Другой человек — это другой человек. Не нужно жить жизнью своих детей. Всё во благо своих детей, своих внуков, кого-то, кого-то другого. И в итоге вы остаётесь вообще у разбитого корыта. У другого человека всегда своя жизнь, всегда другая судьба. И, ну как сказать, вы не он, и он не вы. Вы абсолютно два разных человека, включая и ваших родителей. И, как сказать, ну это другие люди со своей аурой, со своей энергетикой. И даже ваши дети, они абсолютно другие. И не нужно учить их жизни и вообще кому-то диктовать свои, так скажем, ну как установки, что правильно, что неправильно. Вместо этого нужно заниматься своей жизнью и ковыряться, ну как сказать, в своих действиях, а не в ком-то другом. И это самое главное. Нужно жить честно самим собой и не обманывать себя. По поводу родителей, да, я согласна полностью с Татьяной. Но они у нас родители, они как бы у нас, как сказать, те люди, которые подарили нам жизнь. Какие бы они ни были, какие бы они ошибки ни совершили, просто нужно понять и простить. Просто простить, отпустить все обиды. либо, ну, если они продолжают там свой яд впрыскивать в вас, то просто уйти, как бы, как сказать, закрыться стеной, или я не знаю, ну, чтобы это не воздействовало на вас. Как-то вот так. Ну, это вот коротко. Да, конечно, конечно. Я вот хочу продолжить тоже, Оля, поддержать тебя, когда люди дают советы, родители, да, дают советы молодёжи, своим детям. При этом я ещё когда в школе работала, говорила, ну, если вы удачливы, если у вас всё хорошо, у вас там есть любимая работа, семья любимая, то тогда давайте советы. Вот тогда надо. Ну, если, блин, вы нездоровы, несчастливы, и с работы у вас плохо, ну, какой из вас советчик? Ну, уже тогда рот закройте и как-то учитесь у детей своих. Да, правильно, правильно. Нельзя советовать, если вы сами не успешны, если вы сами не балдеете. Вообще самая лучшая помощь своим детям, внукам, лучше, нет, быть счастливым. Вот если вы счастливы, то ваши дети, они берут не то, что вы им говорите, не то, что вы им дарите, они берут программу. Бабушка счастлива, значит, и я буду. Понимаете, они, это как программа идёт, как вот бывает вирус, а бывает чего у нас? Программа, да? Вот, хорошая. Установите эту программу и будьте счастливы. И тогда будут счастливы ваши дети и внуки. Вот как-то так, да? Да, абсолютно верно. Ещё вот мне понравилась очень одна фраза, тоже от Лапковского слышала. Люди постоянно жалуются на своё внешность, что у них там рост не тот, рост не тот, лошади не так выросли. Жалуются там ещё на всё, что угодно, но никто не жалуется на свой характер. А ведь от характера как раз и зависит ваше здоровье. То есть надо вот с этим поработать, да? То, о чём говорит Оля. Да, есть над чем поработать. Ну что, переходим к практике, да, Оля? Какие, значит, у меня практические упражнения? Ну, опять же, я не буду сегодня делать нарбековские техники. Я вам просто дам ссылку, вы их посмотрите и сделаете. Но могу сказать совершенно точно, что нужно попросить прощения у своего тела. Вот это абсолютно точно. Попросить прощения, поговорить с тем органом, который вас беспокоит, поблагодарить его за то, что он старался как мог, что он вам дал сигнал о том, что вам надо разобрать эту тему. И после того, как вы это поблагодарили, вот это каждый день, ну, наверное, Оля сейчас это даст, фиксировать чистый здоровый орган. Чистый здоровый, если это суставы, то, значит, суставы двигаются. Вот, кстати, одно ещё из пожеланий. Если у вас проблемы с движением, то есть, ну, трудности с суставами, с позвоночником, то очень полезно, прям очень советую смотреть танцы. То есть и мысленно танцевать, мысленно. У вас тело включает в это движение. Это как, я ещё помню, мы как-то пели и нам сказали, вы не можете распеться в 6 утра, поэтому включите пластинку там и послушайте хорошее пение. У вас связки настроятся сразу, да? Тоже один из способов лечения ОРЗ. Да, фаренгипс. Вот так же и движение. Смотрите танцы, смотрите, во-первых, и получайте удовольствие. Скачайте себе Моисеевский ансамбль. Ну, это вообще просто классика жанра. Это, во-первых, профессионалы высокого уровня, а, во-вторых, у них танцы разные совершенно, и все великолепные. И посмотрите, вот просто, даже если вы двигаетесь хорошо, всё равно смотрите. Вот. Ну, и третье, конечно, что делать эти упражнения. Ну, вот. Давайте тогда Олечку сейчас послушаем, какие у неё там есть секретные упражнения. Ну, я хочу что сказать. У меня как бы практика, практика именно на то, чтобы облегчить вашу физическую боль, когда, ну, как скажем, так скажем, ничто другое не помогает, но практика медитации и обыкновенных упражнений могут делать чудеса. И сегодня, да, я даю две техники. Вы можете это совместить, либо можете выполнять их по отдельности. Первая техника называется, ну, как, обезболивающий вихрь, либо очистительный вихрь. Итак, для его выполнения вам потребуется где-то минут пять, у кого-то больше, то больше, у кого больше больных органов, то и времени потребуется больше. И связана эта техника в основном с визуализацией. И здесь важно как бы именно чувствовать, когда вы делаете, вот отключайте свой мозг и пусть эта энергия работает у вас. Как бы здесь не нужно анализировать, ой, там у меня это проболело, то проболело. И как я всегда говорю, это нужно делать практику, чем чаще, тем лучше. Итак, садитесь ровно на стульчик или можете лечь. Ну, желательно это делать в положении сидя, потому что, ну, сейчас вы поймете, для чего. положение лёжа в горизонтальном состоянии, это как бы тяжело представлять. И, ну, как сказать, вербальный аппарат, он должен быть всё-таки ну, как в вертикальном положении. Итак, садимся ровно, спинки держим ровно, глубокий вдох, глубокий выдох, три раза, глубокий вдох через нос, глубокий выдох через рот, глубокий вдох, выдох. Также перед этим можете прочитать свою, какую-то любую молитву, неважно, какой вы религии, либо мантру, если кто у нас есть, тот буддист и так далее. И сейчас вот то, что я даю этот порядок, это только, как сказать, общее руководство. И вы можете их менять, трансформировать по своему усмотрению. И когда вы меняете, вы больше делаете упор на свои ощущения, что нравится, что не нравится. Итак, примерно в пяти метрах над своей головой представьте, такой вихрь из ослепительно-белого огня. Он крутится по часовой стрелке, это важно. И медленно-медленно спускается до вашего поля, до вашей ауры. А узкая часть этой воронки входит в вашу макушку. И вот так вот по часовой стрелке она входит, входит, входит к вам. Она идет по часовой стрелке, вращается. И здесь важно, доходит до вашего любимого органа и забирает с собой эту боль, которую она вам причиняет. Далее, забирая с собой эту боль, если у кого-то два-три органа, представляете, что она и эти органы забирает, ну, в частности, боль, да? Не сам орган, а то, что именно больное. Именно цвет боли может быть у кого-то черный, у кого-то, я не знаю, темно-зеленый, неважно, у кого-то, потому что она говорит красным цветом, но этот вихрь все-все-все забирает в себя, втягивает в себя и спускается ниже и ниже и ниже, проходит вниз по позвоночному столбу, забирая со всех этих близлежащих органов все-все-все. Это огонь, можно еще мысленно представить, как духовный огонь, да? Он вбирает в себя вот этот всю вашу боль, сжигает ее и спускается постепенно вниз вдоль позвоночника, как я уже сказала, да? Охватывает и проникает через все ваше тело. И в это время как раз идет время очистки еще включительно. и медленно-медленно он выходит через ваши ступни и доходит вглубь земли, к самому ее центру. и представьте, что он уносит также все остатки энергии, да? Всю вашу боль вниз, в подземное царство, на другие низшие уровни жизни, где в них нуждаются другие существа, и они будут использованы ими для питания, для подпитки и так далее. и мысленно поблагодарите. Благодарю, благодарю, благодарю. Да, и уже можете, кто впал в сон такой легкий, можете просыпаться и быть с нами. Итак, это первая техника. Возможно, она маленькая, короткая. Ее вы можете делать. Как я сказала, нету ограничения по времени. Можете делать в быстром темпе, когда у вас нету времени. Когда есть время, делайте ее дольше, прорабатывайте каждый орган, полностью снимайте и визуализируйте вот эту спираль по часовой стрелке, которая крутится вокруг вас и уходит, точнее проходит через вас, как бы всасывает в себя это все и вниз вниз в землю, туда ниже ниже уходит. Ваши дачи. Спасибо. Самый безопасный, да. Ну, вопросы закончились, да, или есть еще вопросы? Дальше. Нет вопросов, да? Едем дальше. Итак, сейчас будет такая техника, тоже очень простая, но она опять же связана с визуализацией, причем визуализация будет, ну, как сказать, вы должны ее отразить на своем теле. Когда у нас где-то что-то болит, или вы поранились, или ушиблись, вы всегда прикладываете свои руки. Замечали это, да, как бы, ну, неестественно, естественно, не знаю, где-то что-то заболело, вы прикладываете к ним всегда в первую очередь свои руки. Для того, чтобы активировать себе свою энергию и унять свою боль, причем помочь себе сами, я всегда за то, чтобы человек в первую очередь научился помогать себе сам, и не искать там где-то что-то постороннюю помощь, ну, если, правда, сам уже не может, конечно, можно прибегать к посторонней помощи. Итак, вот ваши руки. Активируйте свою энергию в своих руках. Сейчас я вас научу, как это делать. Вы просто берете, растираете свои ладошки до горяча, прямо вот трете, 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 пока они у вас станут теплыми, и путем визуализации, закрыв глаза, вы делаете, точнее визуализируете, чтобы они стали очень-очень горячими. Здесь получается, вы подключаете свой мозг, свое сознание и подсознание, значит, ну, как сказать, невидимую энергию, да, вашу жизненную, вы подключаете энергию вашей ауры, трете, трете, трете до тех пор, пока она не станет горячей, 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 до тех, как сказать, абсолютно горячей, пока вы ее прям вот не ощутите. И потом берете, вот, пока у вас ладошки горячие, точнее, абсолютно горячие, у кого не получается, вы не переживаете, делаете до такой степени, до которой они нагреются, и прикладываете их в свое больное место или к своему любимому органу, у кого что болит. Даже мигрень, даже головная боль, неважно какая боль, просто приложили и сидите до тех пор, пока вам не полегчает. Это, казалось бы, простое упражнение, но оно тоже эффективное. Можно делать это уже в положении лежа, можете, даже я рекомендую в положении лежа, потому что вы активируете свою энергию на пользу именно прямо сейчас, на какое-то болеющее место, чтобы его обезболить. Это самый-самый первый способ, как помочь себе самому. Без помощи таблеток. А можно я тут добавлю свои пять копеек к этому упражнению? Я когда его делаю, я представляю, что это руки ангелов. То есть это просто божественная энергия, она струится, поскольку они ангелы, у них же божественная энергия, они глубинно проникают. Вот так я играю. Еще можно сказать, да? Да, вы прям тогда визуализируйте, что у вас в руках сейчас руки ваших ангелов-хранителей, которые всегда с вами. Я неустанно повторяю, что ангелы-хранители, они всегда рядом с вами. Не забывайте это, когда вы идете одна по улице или ваш ребенок идет. У мусульман это два ангела-хранителя на плечах, у христиан это один ангел-хранитель, они всегда, да, во всех религиях они есть. И неважно. И вот когда вы именно растираете руки, это и есть руки ваших ангелов. И именно через эти руки, да, действительно, они, ну, как и прикладывают свои руки к вам и помогают вам. Вот. Это просто активация, можно еще по-другому, да, сказать, активация, наверное, на божественной энергии. Можно. По-разному ее называют, но это вот практическое именно упражнение, которое вот даю я именно технику, чтобы помочь себе при какой-то сильной боли. Даже если у вас ребенок порезался, ну, как я говорила, до 7 лет можете сами, с 7 до 12 спрашивайте, а с 12 лет учите, это полноценные люди, такие же, как и вы, чтобы они могли пользоваться этими сами. Где-то порезались, где-то упали, где-то очень больно, но даже неосознанно вы всегда прикладываете на это место в первую очередь руки, а здесь вы именно активируете энергию и прикладываете вот к этому больному органу. Ну, могу еще одно дать упражнение, это для именно головной боли особенно подходит, да, мигрени так называемые, такие штаб-терапии, тоже нам в институте это давали, значит, могу поделиться, но это для тех, кто хорошо умеет физиализировать. Вот, допустим, у вас заболела голова, и вы задаете себе вопрос, так, у меня есть боль, где она, в какой области головы, справа, слева, в середине нашли, то есть, как бы входите в эту боль, дальше спрашиваете ее, там, зачем пришла, понятно, это такие вопросы, понятно, да, зачем пришла, самое главное, вот провизуализировать, какого она цвета, какой она формы, какой она фактуры, то есть, вы начинаете за ней наблюдать, так, значит, после того, как вы посмотрели, какого она цвета, какой она фактуры, плотная, мягкая, много места занимает, она начинает меняться, и вы задаете снова вопрос, где эта боль, в какой части, она переместилась, допустим, да, а размер ее какой, больше, меньше, меньше, а фактура какая, стала более легкой, и вот этим, ну, обычно это даже в паре хорошо, да, я задаю вопрос, ваша боль потихонечку уходит, вот, и я, когда такое происходит, я прямо здесь вот на макушке открываю такую дырочку, да, где у нас там, и я говорю, ну, откуда ты пришла, туда и возвращайся, отпускаю ее, то есть, что отпустить, это расслабиться, да, расслабиться, потому что, если вы будете бороться с болью или там пить таблетки, вопрос нерешенный, то есть, вам нужно перезагрузку, это наш компьютер, значит, какой-то файл у вас с вирусом пришел, да, и вы его не можете как-то разрешить, я все время говорю, что человек, это такая много-много файловая система, чтобы было понятно современности, и в ней встречаются вирусы, но вот если человек вот прет не туда, вот у него просто вирус, да, вирус не бактериальный, а вирус информационный, и вот с этим вирусом надо работать, разобрать, какого фига вообще он ко мне пришел, я его что, звала, не звала, тогда, что он у меня здесь делает, дай-ка я с ним попрощаюсь, и дальше идет вот эта история, да, до сих пор там Maisя, запиши, wasn't. Продолжение следует...